Смотрю на свою руку, нет, не просвечивает. Скребу ногтями лёд на стекле. Когда успел намёрзнуть, рука сквозь стекло не проваливается. Ты чего, Сём? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить дубликат. Не забываем про лайки и комментарии под этим видео, и погнали! Ребята, сегодня последний день смены, поэтому никаких мероприятий сегодня не будет. Вы должны навести порядок в домиках и перед домиками. Кто всю смену немал полы помыть, мальчики, я к вам обращаюсь. Кто был записан в кружки, в библиотеку, в секции, должен сегодня сдать инвентарь книги и инструменты. Завтра утром придут автобусы и отвезут вас в райцентр. Семён, может погуляем по лагерю на прощание? Славе, может лучше посидим рядышком на прощание. Ты и так по лагерю всю смену носилась. Всю смену не считается. Всю смену я обязанности выполняла. А сегодня я отдыхаю. Ой, боже, я не туда такое думаю. Чё не работает-то? И так хочется погулять, попрощаться, чтобы память осталась. Понимаешь? Эх, мне не хочется никуда ходить, я задолбался. Ну, вот и утро. Сейчас на автобусы домой. Нормально так, флэш-форвард, сработал. Славя, даже в день отъезда не изменяет привычкам. А вдруг автобус придёт, пока она бегает? Привет, Славя, не боишься от автобуса отстать? Привет, какой автобус? Мы же только вчера приехали. А ты откуда знаешь, что меня Славя зовут? Опаньки! Простите, а-то как? Вчера же погуляли по лагерю и по домикам разошлись. Меня ещё в щучку поцеловали на крыльца. Ой, прости, мне надо бежать к линейке переодеться. А после линейки поговорим, хорошо? Ну, хорошо, но странно, какая ещё линейка? Ольга Дмитриевна, а когда отъезд? Эм, Семён, правильно. Семён, отъезд через две недели. Смена же только началась. То есть, как? Вчера же вы нам объявляли, что автобус завтра утром. Семён, ты ничего не путаешь? Не могла я вам этого объявить? Вы вчера поздно вечером приехали, и мне хватило работы вас сонных по домикам расселять. Да чё ж вы все из меня дурака делаете? Мы уезжать сейчас должны. Уже обед скоро, а вы все ведёте себя так, будто мы только что, только вчера приехали. Пионер, ты как разговариваешь с вожатой? Нормальные вожатые не морочат голову пионерам. Персунов! Если тебе напекло голову, то маршу в медпункт. Если ты здоров, то после линейки маршу в столовую картошку чистить. То есть, как его по имени зовут, она еле вспомнила, а вот фамилию сразу же. Оля-оля, господи. Далее следовало моё недоумение, неудобные вопросы, непонятные ответы, спор, скандал. Пытался сбежать, конечно, безуспешно. Я уже решил, что с ума сошёл, но примчались на третий или на четвёртый день шеф Столянычем. Взяли меня за руку буквально и отвели на станцию хитрой тропенкой, где посадили на поезд и увезли отсюда в посёлок. Ольга Дмитриевна, по нашей вине произошла чудовищная ошибка. Семён не должен был попасть в ваш лагерь. Вы понимаете? Давайте присядем, разберёмся с его документами и посмотрим, что можно сделать. Семён, я думаю, что нечего тебе делать в этом санатории. Как ты полагаешь? А как он сюда вообще попал? Я наивный. Думал, что всё, что сейчас окажусь дома. Как я этот дом помнил, но... В общем, в итоге я оказался обитателем будки Стрелочника. В пятнадцати километрах к северу от посёлка. Откуда мне уже нет выхода. Ну а когда у меня закончится активная фаза, это тело аккуратно вернут в пятнадцатый же, допустим, узел. А моё я, всё, чем я жил, от чего я плакал, чему радовался, от чего я кричал по ночам в домике и от чего хохотал, когда попадал под здешнюю бурю. Даже Ульяна, какой я её сейчас запоминаю, почти всё сгинет. В лучшем случае, осев где-то в блоках памяти системы. Сём, ты чего? Нет, ничего. Задумался просто. Никто ничего не забыл! Можно ехать! Водитель спрашивает, обернувшись в салон. Поехали! Отвечает ему с заднего сиденья. И автобус начинает неспешное путешествие на материк. Нет, не начинает. Только подтягивается поближе к воротам и в салон заходят двое. Пропорщик с повязкой дежурного и... Опять Толяныч! Эти двое берут у водителя список пассажиров и неспешно идут по проходу, проверяя документы. Пропорщик по нашему борту, Толяныч по противоположному. Доходит очередь и до нас. Ульяна, не глядя, сует пропорщику свой студенческий. Пропуски и ещё какую-то корочку. Видимо, мой Аусвайс. Пропорщик смотрит студенческий. Смотрит пропуск. Смотрит на Ульяну и отдаёт ей её документы. Потом раскрывает моё. Внимательно смотрит на фотографию. На меня. Сейчас обман вскроется. Ульяна вопрос сработает. Сочё бы. А меня вернут в мою будку. На цепь! Семён Семёнович! Как ваша фамилия? Персунул. Не знаю, что там написано в удостоверении, поэтому отвечаю как есть. Рука с удостоверением зависает в воздухе. А на физиономии пропорщика явно считается сомнение. Я чувствую, как Ульянка вцепилась в подлокотник. Положение спасает, как ни странно, Толяныч. Проверив документы у сидящих по своему борту автобуса, он подходит к пропорщику. И бесцеремонно тычет его пальцем в бок. Ну, ты закончил? Булки остывают, кефир выдыхается. Пошли уже. Удостоверение возвращается ко мне. А пропорщики Толяныч покидают автобус, завизировав на выходе список пассажиров. Дверь с шипением встаёт на место. Проверяющие удаляются в будку дежурного. Поддонивание закрывает половинки ворот. А автобус, наконец, покидает пределы посёлка. Я раскрываю удостоверение. С фотографии на меня смотрит лицо шефа. Тут он значительно моложе, чем в жизни. Исходство со мной несомненное. Но я понимаю колебание пропорщика. Авантюристка! Не будь занудой, Сёмк. Я знала, что мы прорвёмся. Автобус катит по бесконечной степи. Или небо затягивает тучей, или совершенно внепланово наступает ночь. Но в салоне ощутимо темнеет. Зажигаются фары, зажигается освещение в салоне. Гаснет освещение. Гаснет освещение в салоне. Вдруг начинает работать печка. Какая-то женщина из тех, которым вечно дует, требует закрыть люк. А и правда. Из люка ощутимость тянет стелым воздухом. Ульяна неожиданно спрашивает меня. Сколько тебе лет? Я прикидываю вам я прожитые циклы и фазы, и перевожу их в года. Где-то около 12, если я правильно подсчитал. Сёмк, ты тормоз. Про ваши циклы я теперь знаю. Насколько лет ты себя чувствуешь? Вопрос Ульяна ставит меня в тупик. И я начинаю копаться в себе. Проблема в том, что в таких, как я, напихано множество обрывков в памяти чужих людей, прошедших через вакуали. И все эти обрывки неуклюже склеены в более-менее связанную ленту. Поэтому иногда встречается забавная анахромизма. Анах... Блядь, сука. Анахронизма. Например, я помню, что к поезду, который увез меня в пионерский лагерь, мы с родителями подъехали на такси. Всё хорошо, но это была победа. В 89-м году. Так что память отпадает, остаются только ощущения. По-разному, Уль. От 17 до 27. От настроения и занятости зависит. Ульяна кивает головой, соглашаясь. Да, я тебя так же воспринимаю. Хотя твоя мысль про 12 мне понравилась. А мне просто 19 без всяких плюс-минус. За бортом становится всё темнее. Всё холоднее. В салоне начали запотевать окна. Пора одеваться. Мне легко, а вот Ульяне... Она выгоняет меня в проход и командует. Снимай куртку, завешивай ей промежуток между сиденьями. Сам отвернись и не подглядывай. И куртке упасть не давай. Десять минут пыхтения и чертыханий за моей спиной. Десять минут невидимой мне акробатики. Всё, можешь сесть на место. Спасибо тебе. Автобус всё едет и едет по бесконечной дороге. Монотонный шум, полумрак, покачивание. Скоро весь салон, все пассажиры дружно, как по команде, начинают засыпать. Засыпаю, это и Ульяна, положив голову мне на плечо. Засыпаю, и я чувствую очекой её макушку. Я просыпаюсь от звука электрического звонка. Открываю глаза, осторожно выпрямляясь, стараясь не разбудить Ульяну. Как спалось, Сём, я уже давно не сплю. А где? На переезде стоим, вагоны туда-сюда таскают, нам ещё долго стоять. Вообще... Ну, долго так долго. Ульяна что-то говорит, а я прислушиваюсь к своим ощущениям и ничего необычного не чувствую. Ну, подумаешь, НБО выбрался на материк. Всего-то навсего. Смотрю на свою руку, нет, не просвечивает. Скребу ногтями лёд на стекле. Когда успел намёрзнуть. Рука сквозь стекло не проваливается. Ты чего, Сём? Меня пугали, что нейтринная система неустойчивая и без подпятки энергии распадаются. Вот я и проверяю, не расползся ли я. Ой! Я слышу страха в голосе Ульяны. Может, нам сразу назад? Да шучу я. Просто проверял, не сон ли это. ГОД! Ульяна прибольно щипается. Прям сквозь Аляску. Мы сидим в тёплом и уютном автобусе. Сквозь лобовое стекло видно, как катаются по рельсам вагоны. Народ кто дремлет, кто тихонько переговаривается. А Ульяне сидить надоело. Это называется не сидить надоело, а шило в жопе. Ёбалда! Пошли на выход! Я же живу по эту сторону линии! Две остановки, и мы у меня! И она подскакивает с кресла, подхватывает сумку и тащит меня за собой по проходу. Минута на объяснение с водителем, и вот мы уже стоим на тротуаре. А я, зачерпнув в пригоршню снега, плавлю его в руке. Вот он какой оказывается. Вдыхаю полные груди в воздухе, чудом не закашливаясь от дурного запаха. От обилия выхлопных газов и ещё от чего-то. Преимущество жизни в лесу есть. Я так подозреваю, что и воду из реки здесь пить нельзя. Сём, это снег! И застегни молнию на кортке, а то простудишься. Ага, простужусь. НБО не болеют, и переломы у них срастаются в течение суток. Правда, это там. А здесь... Уля, ты меня совсем замаугли держишь? Ещё покажи мне трамвай и троллейбус, и держи меня за руку, чтобы я не убежал. Замечаю, что Ульяна волнуется, и обнимаю её, чтобы успокоить. Я физически нигде дальше шлюза не был. Но память от других людей у меня... В меня забито больше, чем нужно. Так что просто види меня. Эх... Почему даже тут эти... Эти... Блин, как это называется? Арты, не растянуты на полный экран. Ну, блин! А ведь я был прав, когда говорил Ульяне, что могу испугаться и убежать. Вот к остановке подходит автобус, полный по случаю утреннего часа пик. Столько народу! Ужас! Я перестаю думать и просто замираю перед раскрывшимися дверями. Вперёд, Сёмка! Ульяна чувствительным толчком придаёт мне нужный импульс. Десять минут адских мучений и ещё десять минут пешевого путешествия по кварталу панальных домов. Наш Гавриал там рядом, два квартала. Зачем на автобусе ехать? Смотри, Сём, вон там мой детский сад, а в эту школу я ходила. Ещё пять минут Ульяна тратит на беседу то ли с учительницей, то ли с соседкой. Здрасте, Надежда Павловна! Нет каникулы у меня на третьем. Зайду обязательно. Это он в горах так загорел. До свидания! Уф, еле отделалась. Она вообще-то чётко неплохая, но прилипчивая. Вот, это мой дом, заходи, не стесняйся. А я, конечно, стесняюсь, но преодолеваю себя. Нам на третий. Ульяна открывает двери своим ключом и запускает меня. Обычная четвёрка-хрущёлка. Четвёрка? Ого! Почему-то ожидал, что нас встретит сибирский кот, но кота нет. Зато есть клетка со щеглом в большой комнате. И мы проходим мимо щегла в комнату к Ульяне. Располагайся ей сейчас! Ульяна выбегает из комнаты, а я оглядываюсь. Кукла и футбольный мяч. Медведи явно любимые, в отличие от той же куклы. Аккуратнейшая за... Аккур... блять, что? Аккуратнейшая застеленная кровать и веселый Роджер вместо ковра над ней. Хвост велосипедной цепи, выглядывающей из-под шкафа. А на трюмо около сундучка для рукоделия примастился большой глобус из школьного кабинета географии. Весь исчерканный фломастерами. Прибегает Ульяна, приносит сковородку и две вилки. А зачем она опять в платье переоделась? Видит направление моего взгляда и поясняет. Это у нас отработка летом в школе была, вот я старые глобусы позаимствовала. А потом мы с мальчишками по нему путешествовали. Я сажусь на кровать. Ульянка напротив меня на стол. А между нами на табуретке сковородка с яичницей. А это что? Я показываю велкой на подоконник, на котором лежит недоделанная модель парусника. Ульянка вдруг делается грустно и встает со стула и, повернувшись ко мне спиной, начинает что-то искать в ящике стола. Это... Это мы с братом клеили, но не успели доделать. А потом брата в армию забрали. Он обещал, что обязательно доклеим, как вернется. Но у Ульянки на ладони совсем маленькая фотография. Парень приблизительно наших сегодняшних лет. На нем военная форма, какую носят на юге, с Панамой. А он снят где-то на фоне гор. И что, обманул и не стал доклеивать? Я идиот и понимаю это, только озвучив вопрос. О, прости меня, Оль! Давно? Я подскакиваю с места и обнимаю Ульянку. Семь лет назад. Мне тоже есть за что ненавидеть людей. Ульяна утыкается лицом мне в грудь. Но я этого не делаю. Но я же и не человек вовсе. Вы бы долго присматривались друг к другу, но в конце концов подружились. Вы чем-то похожи. Он также прятал свои чувства, но жёг ими себя изнутри. И не подпускал к себе никого, кроме самых близких. Настроение скомкано у обоих. Молодец, Семён. Чтобы перевести тему, спрашиваю про фотографию, стоящую на столе. Подруга? Там Ульяна, чуть моложе сегодняшней, рядом с какой-то девочкой. Ульяна хохочет вовсю горло, а девочка сверлит фотографа строгим взглядом. Ага, Танька, очень хорошая девочка. Ты серьёзный и положительный. Ты бы хмурке понравился. Не знаю, лучше бы я тебе понравился. Боль постепенно уходит куда-то в глубину этих голубых глаз. Но теперь я знаю, как она выглядит и вижу, что она никуда не делась. Просто затеялась там до следующего удобного момента. Что же ты, Рыжик, за меня уцепилась? Ведь к осени и меня не станет. Если бы знал, что всё так повернётся, действительно прогнал бы тебя в день знакомства. А сейчас уже не хватит сил. Не знаю никакой хмурки. Мне вот ты полгода назад понравилась. Но об этом я тебе уже говорил. Это полгода назад, а сейчас... Ну а как ты думаешь, Рыжик? Одно из преимуществ моего положения состоит в том, что я, зная оставшийся мне срок, могу позволить себе говорить чистую правду. И сейчас. И всегда. Ты мне тоже, Сёмк. Сейчас и всегда. Вот такое у нас выходит неловкое объяснение. Только вот сроку этому всегда до конца лета. А дальнейший день совершенно не откладывается в памяти. Вот Ульяна по моей просьбе тащит меня куда-то на самую высокую точку города. Чтобы я мог увидеть панораму. Нет, я надеялся что-нибудь вспомнить. Но нет. Вот мы катаемся с деревянной горки, и я сажаю занозу глубоко под кожу ладони. Сёмки, её нужно вытащить и продезинфицировать. Обязательно, Рыжик. Как только приедем, сразу же к доктору пойду. Вот мы на катке, где выясняется, что я умею кататься на коньках. Вот мы бежим опять домой к Ульяне, где натыкаемся на её родителей. Папа, мама, это Семён, мой товарищ из работы, и очень-очень хороший человек. А сейчас нам надо бежать, автобусы ждать не будет. Вот мы бежим на автобус, тот, на котором приехали сюда. А водитель неодобрительно смотрит на нас, опаздывающих. И так до самого вечера, когда мы, сбросив зимние вещи у Ульяны в комнате, с хохотом втискиваемся в поезд, идущий в синтезаторный узел, чтобы доехать до моего домика. Как спалось, Рыжик? А вот какие спалось, мы узнаем уже в следующий раз. Но мы же все догадываемся, что там случилось, да? Да? Ну, тем не менее, сегодня на этом будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok